Приближается, друзья мои, конференция полка Костуся Калиновского в Киеве, где должны, по идее, собраться все белорусские силы. Там будет и офис Тихановской, и координационный совет, и даже позняковцы, и все остальные в Киеве будет обсуждаться взаимодействие. Мне кажется, что это важный момент. Повторяю, боевое вот такое крыло, военное крыло в форме белорусских наших добровольцев и политическое крыло должны найти общий язык, должны синхронизировать свою повестку. Она чем дальше, тем больше синхронизируется. То есть все прекрасно понимают, что врага у белорусского народа два. Это лукашенковский режим, который превратил страну в нищую тюрьму, и Путин, который пытается в принципе Беларусь и Украину поглотить и уничтожить. И поэтому крайне важно здесь, чтобы политики говорили одним языком и продвигали одну и ту же повестку и нарратив. И здесь вместе с бойцами и прекрасно поддерживали друг друга. Политики на международной арене, бойцы на поле боя и нашли вот какие-то точки соприкосновения. Потому что и там, и там проблемы. Проблемы и в полку Калиновского, есть критика его штаба, есть определенные сложности в взаимоотношениях. Ну а в белорусской политике, вы сами знаете, там крайне тоже сложные отношения и накопились друг к другу претензии. И эти претензии уже начинают просто доминировать в информационном поле. И это прекрасно, что вот полк Калиновского проявил такую инициативу, как определенный моральный лидер, моральный авторитет. Собрать их всех вместе, посадить за один стол и наконец проговорить с ними какую-то общую повестку борьбы. Потому что мы забыли про борьбу. Ну то есть полк Калиновского не забыл, они бьются, они бьются в окопах. Они бьются в окопах день и ночь. А кто-то уже про борьбу забыл, уже начинают там как-то произвышаиваться и пригреваться и заниматься совсем другим. И может ли это привести в итоге опять же подтолкнуть к единому национально вызволеншему руку? Может. И хотелось бы. Вот. И тоже это шаг к определенному объединению. Поэтому я очень приветствую эту конференцию. Я бы с удовольствием, если бы не работа, туда слетал. Я очень скучаю по Украине. И по Киеву, и по Одессе, и по Львову, и по Херсону, освобожденному Херсону. Вот. Который стал удивительным городом, записанным в Конституцию России и при этом с украинскими флагами. Это, конечно, грандиозно. Вот. Поэтому это важная конференция. Естественно, будем ее освещать, смотреть результаты и надеяться на то, что вот просто находясь там, под ракетами, бомбами и так далее, под шахедами, люди договорятся. Договорятся. Поймут, что надо отбросить все мелкое, все неважное, все разъединяющее и взять ядро спасения Беларуси, спасения страны, которую Лукашенко продает Путину за свою личную безопасность, за свою личную неприкосновенность и за свою личную власть. Продает. Просто. Без всякой войны и всего остального. И нужно просто сейчас отбросить какие-то мелкие придирки и заниматься совместной стратегией. Что и должен за ним делать рух, как таковой, наше движение, на что и должно оно, в общем, быть направлено. На выработку стратегии совместной. Посмотрим.